1 июля радиостанция «Русское радио» в Самаре отметит 20-летний юбилей. Именно в этот день, в 1998 году, в региональном эфире впервые прозвучали ее позывные. С тех пор на частоте 103 FM в каждом доме, автомобиле, магазине и на улице звучат русские хиты. Ставка на отечественную музыку оказалась стопроцентным попаданием в цель. И если вспомнить, в конце 90-х практически весь радиоэфир был заполнен западными музыкальными композициями. Не удивительно, что слушать российских исполнителей и цитировать шутки Николая Фоменко тут же стало модным. С первого же выхода «Русское радио» оказалось лидером вещания в Самаре и области и уверенно сохраняет свои позиции, демонстрируя при этом высокую эффективность рекламы, размещаемой в эфире станции. Сегодня «Русское радио» – это крупнейшая радиосеть мира, представленная более чем в 1100 городах России, СНГ, Европы, а также в любой точке планеты на сайте телерадиокомпании «Терра» в режиме онлайн. Все 20 лет слушатели радиостанции могут оставить заявки на любимые композиции в программе «Стол заказов», которые выходят ежедневно по будням с 3 до 4 часов дня, а выходные – с 8 до 9 вечера. Для своих поклонников «Русское радио» постоянно проводит конкурсы викторины и дарит слушателям призы. Пять раз в день выходят информационные выпуски о самых важных событиях региона. И еженедельная аудитория «Русского радио» в Самаре превышает 20 миллионов человек. И все два десятилетия на радиостанции трудится команда настоящих профессионалов. Большая честь, что за этот период мы становились лучшими в сети. Это большое признание. Я очень хорошо помню, как я получала этот кубок. Лучшие станции в сети, как мне аплодировали партнеры, потому что партнеры из других стран, из других регионов России, из других стран, потому что «Русское радио» вещает во многих местах. И они, наши партнеры из других регионов, они прекрасно понимают, что это такое держать формат, работать качественно, иметь и свое лицо, свою индивидуальность, потому что про «Русское радио» в Самаре всегда говорили, что это интеллигентное радио. И в то же время соответствовать формату. Да, это профессионализм, и мы этим гордимся, потому что это результат нашего большого труда и серьезного отношения к работе. Всех поздравляю с этим прекрасным праздником, и в очередной раз хочу сказать, все будет хорошо. Обязательно. «Русское радио» Каждый способен воспроизводить 256 оттенков цвета. Участки гирлянды меняют цвет, также превращаясь во флаг Российской Федерации, эмблемы мундиаля, световые часы и табло с прогнозом погоды. Продолжение следует...